Добрый-добрый вечер, наши дорогие зрители, зрители нашего стрима. Итак, мы выходим в эфир, сами понимаете, какая ситуация, думаю, ее даже комментировать не нужно, это лишнее. Идет практически тропический ливень, периодически сверкает молния, гроза, и все это действие происходит в Костроме. Но раз мы уже анонсировали наш круиз, кстати, можете видеть, у меня одна половина штанина уже насквозь мокрая. Я не знаю, видимо, погода, понимаете, держалась, держалась, держалась до последнего, чтобы мы провели все эфиры для нашего телевидения, для телеканала 360. И просто на стрим решила, ну, выплакаться, что ли, я не знаю, какую-то ответочку нам дать. В общем, у природы, как говорится, нет плохой погоды, и в любом случае ни один дождь, ни один шквалистый ветер, ни одна гроза и молния, и даже град не помешают тому, чтобы мы провели эфир в стриме, показали, рассказали вам про что. Ну, конечно же, про корабль, на котором я путешествую по городам Золотого Кольца. Конечно же, про, вообще, про речные круизы, что это такое, что это за вид отдыха, чем он отличается. Мне нужно периодически отворачиваться, смотреть, не идут ли наши туристы обратно, потому что сейчас стоянка в Костроме была с 8 утра до 8 вечера. Скоро мы будем уже отплываться, даже не до 8 вечера, а чуть больше получается. Мы совсем скоро уже будем отправляться, и, соответственно, многие уже возвращаются на борт. Вот такая ситуация. Итак, мы путешествуем по городам Золотого Кольца. Сейчас я вам расскажу, какие города мы уже посетили, но более подробно я вам расскажу про сам корабль, какие здесь развлечения. И я очень надеюсь, я просто скрещиваю пальчики вот тут, скрещиваю пальчики на ногах, чтобы прошел дождь. Я смогла и по Волге прокатиться на катере и посетить одно очень замечательное место, которое вы все видели в одном знаковом для Костромы фирме. Ну что, я нормально постояла на улице уже. Ой, это получается меня не ждет, что ли, корабль? Да-да, проходите, конечно. Конечно, видите, все бегут от дождя, одна я под ним стою, как ненормально. Сегодня заходим в наш уютный теплый корабль, который называется Илья Репин. С зонтом я прощаться сегодня не буду. Вот можете видеть, как выглядят мои штаны насквозь абсолютно мокрые. Все такие же приходят, оголтелые с такой погодой. Вообще, по-хорошему, на этом месте нас всегда встречают кто? Правильно, матросы, техническая часть. Те люди, которые, ну скажем так, невидимые персонажи, но без них наш корабль, он бы не двигался, он бы стоял на месте. Мы, конечно, им очень благодарны, они сейчас заняты и просто не могут нам помочь поучаствовать в этом стриме. А так мы, конечно, передаем им слово, привет, даже поцелуйчик. Давайте посмотрим еще на улицу. Ну вот так, грустненько, грустненько, однако я рассчитываю, что погода все-таки исправится. Итак, пойдемте дальше, покажу вам, что происходит здесь в корабле. Вот как только мы зашли в корабль, кстати, корабль называется Илья Репин, и принадлежит он компании Мостурфлот. Именно Мостурфлот вместе с телеканалом 360 и отправили меня в подобное путешествие. Путешествие мое длится 7 ночей, 6 дней. Сразу хочу сказать, что мы работаем, ну как бы люди вокруг, разговаривают, занимаются своими делами. Не все понимают, что идет эфир, что делать, имеют полное право. Поэтому, если вы слышите другие голоса или что-то еще, не удивляйтесь, здесь у всех происходит своя жизнь. И мы и так попытались со всеми как бы договориться. Итак, 7 ночей, 6 дней я провожу на этом корабле Илья Репин, я уже сказала, он посвящен художникам, и мы еще художниц здесь увидим. Наш маршрут начался в воскресенье, мы отправились в 14.30 с Северного речного вокзала. Первым городом, который мы посетили, был понедельник Дубна, про нее поговорим отдельно, прекрасный город. Кстати, не так часто он встречается в маршрутах речных круизов. После этого вчера был Ярославль, там практически весь день была вот такая вот погода. Ну и сегодня Кострома. В Костроме мы уже хорошо проводили время, как видите, до этого часа. Но есть, есть надежда, что все-таки просвет будет, и мы окажемся еще на улице. И покажем вам корабль не только изнутри, но покажем его еще и снаружи. Итак, когда мы заходим на территорию корабля? Первое, что мы видим и кого мы встречаем, это красивых, улыбающихся девушек. Иногда их две, иногда одна. Сегодня вот мне аккомпанирует, скажем так, Милана. Посмотрите, цветы стоят, флаги России. Почему? Потому что сегодня 12 июня, День России. И я поздравляю всех наших зрителей и жителей нашей страны, и гостей страны вот с таким прекрасным праздником, с днем нашей огромной, красивой, прекрасной страны. Такое ощущение, не знаю, то ли у меня уже хочется, чтобы светило яркое солнце, но мне кажется, что правда стало как будто бы чуть ярче. Милана, возвращаюсь к вам. Во-первых, огромное спасибо за ваш труд. Сейчас будет несколько профильных вопросов, чтобы наши зрители узнали, в чем состоит ваша работа. Ну, они касаются именно вашей части. Давайте расскажем, как обычно происходит процесс. Вот если мы прибываем в города и выходим в экскурсии, а я сейчас напомню, сегодня Кострома, завтра у нас будет Тутаев и Рыбинск, а послезавтра будет Мышкин и Углич. И в каждом этом городе для нас Монстр флот предусмотрел экскурсии, программы. Можно в целом и не уходить никуда, остаться на корабле. Можно уйти в свободное плавание, погулять по городу. В любом случае, многие выходят за пределы корабля. Что в такой ситуации они делают? Вот я ухожу, что я должна сделать? Вы должны сдать ключики от своей каюты и получить бортовые карточки. По этим карточкам вы понимаете, все ли вернулись на борт? Да, все ли вернулись на борт или сколько пассажиров вообще на борту. Так, хорошо. Были ли в вашей практике случаи, когда кто-то опаздывал? Да, были случаи, но мы ждали до последнего. А до последнего это сколько в минутах? Это в минутах буквально плюс пять. Ну, я правильно понимаю, что аренда пристани стоит дорого и нельзя ждать там людей час-два. Что делают те люди, которые опоздали на борт? К сожалению, им придется добираться своим собственным ходом. Ну, то есть, если это такие малодоступные города, как Мышкин, допустим, то даже туда они поедут своим ходом? Да, конечно. Никакие шлюпки за ними никто не отправит, ни гидроциклы, ни катера. В общем, в моем случае лучше тоже не опаздывать. Ну, кстати, я пунктуально, как никогда. Хорошо, на этом конкретно рейсе кто-то уже опаздывал? Я ни разу не слышала, чтобы кого-то искали. Нет, все туристы ведут себя хорошо. Нет, подождите, я вру. Я один раз слышала, как искали меня. Да, когда я опаздывала, на экскурсию не шла. Но потом меня нашли, и все стало хорошо. Да, ладно, это было по правде. Окей, а бывали ли такие ситуации, когда, ну, какие-то, не знаю, может быть, романтические мероприятия, кто-то предложение руки и сердца, допустим, сделал по громкой связи, или на борту, или подговорил вас, ну, что-то, или дни рождения. Ну, какие-то такие вот романтические моменты? Еще такого не было, но мы... Я, если что, подкинула идею. Да, я думаю, в будущем, может быть, такое будет. Единственное, что мы делали, это поздравляли со свадьбой. А, то есть люди приезжали и снимали весь теплоход и отмечали тут свадьбу с гостями? Да, да, да. Слушайте, ну, это очень оригинальный способ провести время. Это прям, мне кажется, круто. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что я хотела у вас еще спросить. Ну, собственно, про процедуру узнала. Как у вас происходит смена? Сколько у вас девочек? Как вы работаете, в каком режиме? Всего нас три, и мы меняемся четыре через четыре. И есть еще ночная смена, которая работает все восемь часов сразу. Ага, то есть та, кто работает ночью в восемь часов, она потом отдыхает в шестнадцать, получается. А вы сменяете четыре по четыре вот так вот друг к другу. А что сложнее, отторобанить один раз в восемь часов ночную смену или вот четыре по четыре? Если честно, я больше нравится ночная. Потому что никого нет, никто ничего не спрашивает, не забывает, не теряет, правильно? Да. Милана, как я вас понимаю? Вот знаете, я, если честно, тоже отчасти интроверт и местами даже иногда социопат. Вот выбрала такую работу, сама не понимаю почему. Но все не менее, спасибо вам за вашу работу, а мы сейчас пойдем и выйдем на эту палубу, на которой, которая является служебной. Сюда никого не пускают, но там такая красота. Посмотрите! Это же просто Unreal. Это Magic. Это Miracle. Сейчас оператор Артем, который со мной ведет боевое дежурство, бегает, прыгает вместе со мной, все показывает, наведется и продемонстрирует. Это еще не закат. Еще рано для заката. Все-таки сейчас у нас лето, июнь, уже почти середина, и поэтому он еще бывает чуть позже. Но уже какие-то такие предвестники Артем еще немножко поддержит, а я предоставлю вам возможность и просто буквально на 15 секунд замолчу, чтобы вы полюбовались этой красотой. Наслаждайтесь! Ну все, достаточно. Больше 15 секунд я, собственно, не могу молчать. Я очень надеюсь, что эта красота сейчас придет сюда, но на самом деле с той стороны тоже как бы проходит какой-то просвет. А я пока предлагаю понаблюдать. Вот понимаете, вот даже в такую погоду, даже когда идет стеной дождь, поверьте, он только что был буквально стеной. Ну не просто так у меня, вот сравните, раз штанина, да, и вот, а, тут даже сухих мест у меня. Ну вот, вот цвет, и вот цвет. У меня даже дырки появились от этого дождя, это вот из-за этого, а не потому что джинсы такие. Все равно это супер умиротворяющий пейзаж, и вообще я поняла, что круизы – это такой нестандартный отдых, который не похож ни на что. Я для себя их открыла в прошлом году. У меня было две командировки, такие же с Монстр Флотом, с телеканалом 360. Примерно плюс-минус такой же маршрут, но я была в восторге. Я получала невероятное удовольствие, я наслаждалась, я отдыхала. Это прям тем, кто испытывает стресс на работе, или не только, или просто кто хочет перезагрузиться. Это супер вариант, потому что вроде бы находишься на месте, но картинка каждый раз меняется, все плывет, она не надоедает. Плюс здесь такие романтические закаты, романтичные рассветы. В общем, я точно знаю, что эту профессию выбрали люди, которые обожают красоту. Ну, а мы сейчас вернемся к Милане, потому что, Милана, я же забыла кое-что сейчас спросить. Назовите топ-3 самых часто задаваемых вопросов от туристов. Это немножечко трудно на самом деле. Где мы идем? То есть где сейчас мы конкретно находимся? Нужно назвать канал, либо озеро, что-то такое, да? Да. Так, хорошо. Принято. Еще один. Самый популярный из-за нашего маршрута – это где находится Калязинская колокольня. А-а-а, вот, то есть люди ждут именно не Кострому, а Калязин самый такой популярный. Так, хорошо, ну и давайте третий. У вас сколько завтрак? Да, конечно. Причем это я чаще всего это и спрашиваю. У нас есть, конечно, такие листочки. Их я покажу вам, когда мы пойдем в мою колесу. Милана, спасибо, прекрасные смены. Надеюсь, что никто сегодня не будет вас больше доставать, кроме меня. Я еще, может быть, вернусь. Ну что, у нас есть, конечно же, такие буклеты, которые лежат в наших... А правильно ли мы идем? Нет, конечно. Понимаете, я четвертый день путешествую на корабли, но до сих пор страдаю здесь топографическим кретинизмом. Мы сейчас отправимся в детскую игровую комнату. Но, собственно, моему внутреннему ребенку нужно туда. Внутреннему мы недалеко, скажем, от моих потребностей сейчас уходим. Четвертый день мы находимся в движении. Еще раз повторю, вчера мы были в Ярославле, до этого были в Дубне, сегодня мы в Костроме. То есть вы вроде бы уезжаете на 7 ночей 6 дней, и при этом посещаете сразу не один город. И это прям, ну это прям круто. Мне кажется, это здорово за один раз иметь возможность посетить разные города. Причем в Монстерфлоте же есть разные маршруты. Они есть и в Казань, насколько я знаю, и есть маршруты в Питер, точно я знаю. Итак, мы пришли в детскую. Для чего, собственно, я сюда пришла. Сейчас я вас познакомлю с аниматором Алиной. Оператор даже может протянуть ручку, я ему разрешу. Хорошо. Раз, если он будет хорошо себя вести, снимет мне стрим, ни разу не шлепнется, не утопит камеру, и не споткнется, и ничего не случится. И кувырок тоже, пожалуйста, который ты приготовил, пока не делай. Для чего мы пришли в детскую игровую комнату? Для того, чтобы рассказать, что круизы, вот существует такой, как бы, ну, стереотип, что ли, что круиз это для людей постарше. Неправда. Для таких людей, как я, тоже подходит. И для тех, кто путешествует с детьми разных возрастов, однозначно в круиз можно ехать. Алин, я все правильно говорю? Все абсолютно верно. Так, Алин, у меня к вам буквально парочка вопросов. Так выглядит детская игровая комната. Ну, в принципе, она конкретно, вроде бы, на, ну, не очень большой возраст. Конкретно эта комната, да. Ну, а какими вы занимаетесь активностями? Вообще, кто к вам ходит? Дети от до какого возраста? Были дети и двух лет, и трех лет. И вы их брали к себе? Естественно. То есть родители ушли на экскурсию, вам там на два-три часика подкинули? Нет, между прочим, на экскурсию идут все возраста, как бы, и дети, и родители. Но когда родители идут, допустим, на музыкальный аперитив с Марусей, или на вокалиста Никиту. Или, например, на дискотеку, как это делаю я? Тем более, да, на дискотеку. То дети остаются со мной, конкретно на дискотеке, на мульти-вечере. Мы смотрим с ними мультики. Хорошо себя ведут? Прелестно, замечательно. Ну вот на каждом круизе есть дети, или бывают такие, где, ну, не берут с собой детей? На каждом были. А здесь, конкретно вот в этом круизе, который у нас с 9 июня по 15 июня, сколько детей? 13. Какое прекрасное число. А возраста их примерно? Есть ребенок нуля, ну лет, но ко мне его не водят, слава богу. Ну, подождите, все впереди. Они сейчас посмотрят этот стрим, скажут, подождите, а почему, собственно, мы, а-а-а, если есть прекрасная Алина? Так, хорошо, какой еще возраст постарше, если? А максимум, ну, сейчас в основном 11 и 13, а максимум, кажется, 15 лет. А что вы делаете вот с такими детишками, которые постарше, которым уже мультик не включить, которым подавай какие-то прикольные вещи? Вот я смотрю, вы всякие активности тут разложили. Да, конкретно эта активность интересна как детям 3 лет, так и детям 15 лет. Даже если в квестах, там, я прошу, можете сейчас вот открыть карточки, и если у вас совпадут, я дам вам дополнительные очки. А можно я открою? Естественно. Дадите мне какие-то дополнительные очки? Очки. Напомню, что здесь такие монстр-флотики, правильно, такие сердечки. Мостер лайки. Мостер лайки, а я монстр-флотики назвала. Мостер лайки, за эти лайки можно получить кислород и коктейль, естественно, мы не говорим про другие напитки в эфирах. А что еще можно получить, какие бонусы, может, какие-то магнитики, кружки, монстр-флот? Да, да, можно в сувенирной лавке, например, в сувенирной лавке можно взять за 5 монстр-лайков карандаш монстр-флот. Хорошо, давайте, если я вытащу две одинаковые, мне сразу 5 лайков. Идет? Да. Я не видела, я не видела, я не видела, как будто бы. Давайте, хорошо, так. Ну, возьмем вот эту, допустим. Так. Чик, а это что у нас? Это Москва. И, 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 и... Это все Москва, это конкретно. Хорошо, вот это. Ладно, вы не видели. Ну, сейчас вот. Да господи, тут нету второй такой. Это такая хитростность. Слушайте, их нету. Это на самом деле все максимально, я просто некоторые убрала. Так, ну хорошо. Это специально байт на мостер-лайк. А, понятно. Ну что, Алина, я желаю вам послушных детей и не менее послушных родителей, потому что непонятно, кого чаще всего приходится успокаивать. У вас просто невероятный труд, на самом деле, я Алину наблюдаю. Мы увидимся чуть позже. Вернее, вы уже свободны. А мы пошли дальше по кораблю эфириться и рассказывать вести наш стрим. Я Алину на самом деле вижу очень часто в библиотеке, про которую сейчас я вам расскажу и покажу ее дальше. И в разных других местах она действительно занимается с детьми. И в мафию они играют, и что-то разучивают, какие-то танцы, флешмобы. В общем, это такая классная штука. Мне она очень нравится. Ну а мы сейчас, я пойду к вам, к сожалению, спиной, потому что нам нужно чуть-чуть ускориться. Мы отправляемся в совершенно другой конец палубы. Это, кстати, первая палуба, на которой мы находимся. Есть минус первый этаж. Мы туда не пойдем, мы ее просто вот так вот покажем, как это выглядит. Тут особо даже ничего и не видно. Это технический этаж, где проживает экипаж, где разные технические, в общем, вещи. Поэтому вот такая вот история. Ну а мы идем дальше. Здесь по бокам располагаются каюты. То есть первая палуба, это здесь ресепшн, здесь каюта с двух сторон. Это детская аниматорская комната. Если мы говорим про теплоход Илья Репин, конечно, теплоходы разные. Они отличаются друг от друга. Кстати, у наших зрителей есть возможность отправиться на следующем телекруизе с теплоходом Андреем Рублев и с Сергеем Шибенковым. Но об этом я расскажу чуть позже, пока же мы торопимся на прием к очень важному человеку. Вот мы дошли, здесь тоже везде каюты. Как вы думаете, без какого человека тоже не состоится ни один крыс? Ну вот кто всегда нужен? Ну, конечно, врач. Вдруг что произошло? Стучим. Татьяна Николаевна? Да. Добрый день. Я к вам практически на прием. Можно мне присесть? Единственное, как вы знаете, тут был дождь, поэтому я мокрая. Татьяна Николаевна, буквально вопрос на полторы минуты. Ну, ваша должность абсолютно незаменима на борту. Ну вот самые частые, даже не самые частые какие-то проблемы. Да, давайте самые частые проблемы, с которыми обращаются туристы. Ну, так как у нас короткие рейсы, поэтому... А что значит короткие, 7 ночей, 6 ночей, это короткие разве? Конечно. А длинные сколько? Две недели. Это куда? Ну, это вот до Казани мы пойдем. Конечно, ну, так же, как и другие теплоходы, они идут и короткие, и длинные. Хорошо, так как у нас короткие, то это, как правило, какие проблемы? У нас проблемы в основном ссадины какие-то, но больше... Дети обращаются? Дети, взрослые, но больше, конечно, натертости. То есть у нас мозоли. Потому что водят много на экскурсиях, нахаживают шаги. Кстати, я тоже хожу здесь очень много. Если вы хотите похудеть, вы не думайте, что здесь только кушаешь. Здесь столько активности. Во-первых, здесь столько лестниц, по ним вверх-вниз побегаешь. Четырехпалубный у нас корабль. Поэтому, мне кажется, здесь все прям очень активные. Потом мы выходим в город, нахаживаем. Ну, очень. У меня каждый день не меньше 15 тысяч. Вот такая вот история. Это я, если что, только что похвасталась. Хорошо. Но при этом, какие вот ваши рекомендации всем пассажирам? Чего не стоит делать? И наоборот, что стоит, может быть, с собой в аптечку взять, когда отправляешься в круиз? Ну, в первую очередь, естественно, нужно соблюдать режим питьевой. Потому что жаркая погода, с собой обязательно воду. Это само собой. Во-вторых, мы ходим по тем маршрутам, когда можно купить любой фрукт, любой овощ. Вы не рекомендуете покупать в непроверенных местах? Да, в непроверенных местах. В местах я не рекомендую покупать. Тем более, Мышкин представляет, естественно, рыбку у нас всегда для туристов. Ну, и, естественно, домашние продукции. Потому что в такую погоду, когда температура выше 30 градусов, лучше воздержать. А в аптечку что-нибудь стоит положить? Ну, для себя, конечно, это нужно спазмолитики, там жаропонижающие. Но я думаю, что рейсы не очень у нас длинные, поэтому как-то обходим. Ну, и буквально два последних вопроса. Все-таки, ну, я видела на теплоходе больше людей таких уже, постарше, скажем так. Они с какими-то проблемами обращаются? Ну, обращаются, ну, как бы, очень редко. Но я просто хочу рекомендовать, что когда они уходят в какое-то путешествие, то обязательно с собой, так как хронических заболеваний много уже в таком возрасте, не забывать приобретать с собой те препараты, которые они забыли, если дома. Или с собой обязательно убирать те лекарства. Которые они принимают, которые им прописаны. Хорошо. Буквально все, последний вопрос. На этом рейсе кто-то уже обращался с серьезной историей? Нет, серьезной. Вот пускай так и будет до конца нашего рейса. Единственное, может быть, я сейчас отведу эфир и приду к вам, скажу, все, дайте мне сотворное, я хочу спать. Или, я не знаю, какой-то расслабляющий, потому что все равно, как бы там ни было, такой достаточно, ну, сами понимаете, эфир, такой стрессовый момент. Итак, теперь мы, насколько я понимаю, сейчас, ребят, давайте сразу договоримся. Ну, все же взрослые люди, все понимают, что это стрим, что, конечно, я здесь не одна. У меня прямо за спиной оператора бегает продюсер Оля. Прям повернись, Артем, сейчас на продюсера Олю и покажи. Оля по вашей рукой. Она смотрит за временем. Оль, покажи мне, все в порядке по времени у нас пока. Идем, мы на мою каюту топаем, правильно? Все, мы идем в мою каюту. Все, я уточнила, потому что, сами понимаете, вести часовой эфир, ничего не забыть, про всех все сказать. Это очень сложно. Поэтому у меня здесь есть маленькие помощники, помощницы. Их тоже, конечно, я очень люблю, передаю большой привет, и они большие молодцы. Так, итак, я проговорила про то, что здесь много лестниц. Действительно, а как иначе попасть на другую палубу? Вот, собственно, мы поднимаемся на лестницу, наверх в мою палубу. Мою палубу, я уже присвоила себе целую палубу. У меня здесь только одна каюта, но я уже считаю палубой тоже своей. Итак, мы попадаем на вторую палубу. Что здесь? Здесь, по сути, только каюта. Вот в одну сторону коридор, пожалуйста, каюты. Ну, и в другую сторону каюты, вот можете посмотреть, там сушатся зонтики, потому что была такая погодные условия, не самые, скажем так, прикольные. Поэтому отправляемся в мою каюту. Итак, здесь тоже есть зона, где можно посидеть, разные столики. Я сейчас вам покажу, как же я здесь путешествую. У нас будет такой небольшой рум-тур. Так, заходим. Запомнили, да? 245. Теперь вы знаете, куда присылать цветочки. Итак, в этот момент должна какая-то красивая музычка играть. И говорят, ну, давайте посмотрим, как выглядит мой номер. Взагом случае, так делают все блогеры. Так, посмотрели, все вроде прилично, можно заходить. Ну, что, каюта на двоих. Две раздельные кровати. Прямо сейчас будем показывать, рассказывать все, как в жизни. Две раздельные кровати. То есть, если вы путешествуете с подругой, это в моем случае, как раз так. Если вы путешествуете с детьми, самое то, конечно, с мужем хотелось бы путешествовать. Все-таки двуспальные кровати, но такие в мастер-флоте есть, я знаю. На другом теплоходе книжная Виктория передаем ему привет. Привет. Что у меня здесь? Две кровати, я уже сказала, всегда есть пледы, которыми можно взять и отправиться с ними, допустим, вечером на палубу, где можно отдохнуть, согреться, посидеть, потому что вечером на палубе, особенно когда в движении ночи, прям так холодно. Холодильник. Что я взяла с собой из косметики? Я взяла, ну, понятно, что вся моя косметика обязательно взяла из ПФ. Вот прям берите, потому что, опять же, на солнечной палубе есть лежаки, где можно загорать в хорошую погоду, а хорошая погода была очень часто. Хочу, здесь есть телевизор, он вот, пожалуйста, у меня пульт от него. Здесь я еще взяла с собой в путешествии обязательно шляпку. Вообще берите головный убор, понимаете, тут еще такая история. Ну, все-таки мы путешествуем по разным областям, получается, и Тверская, и Москва, Московский регион, и Костромская, и Ивановская. Поэтому, Ярославская, опять же, поэтому погода, она такая не совсем предсказуемая. В одном регионе может быть очень жарко, и через два дня уже может быть дождь, ну, например, как сегодня. Поэтому вы должны брать все. И очки солнцезащитные, сейчас я их покажу, они у меня с собой вот тут вот лежат. И панамки, и любые головные уборы, солнцезащитные крема, ну, при этом купальники, естественно. То есть и позагорать, и при этом дождевики, зонты и так далее. Хочу показать вот что. Ну, вот так сушатся у нас носки и всякие разные вещи. Я специально прям оставила, не судите строго, но это свидетельство того, что мы попали таки под дождь. Вот Артем пока еще, еще я хочу попросить его показать вид из окна, который у меня там открывается. Может быть, он подойдет и покажет тоже. Ну, в общем, как-то вот так это все выглядит, и в целом очень даже хорошо. Итак, теперь можно развернуться на меня, я вам покажу содержимое своего шкафа. Даже, наверное, как бы нам показать, нам придется поменяться с Артемом местами, ничего страшного. Я, как все-таки девочка и леди, набрала кучу платьев, потому что здесь проводятся вечера, здесь проходят дискотеки. У нас будет капитанский ужин, это прям в предпоследний день, последний вечер на корабле. Поэтому со мной путешествуют всякие разные платья, такие красивые, что тут у меня, вот такие у меня платья есть. В общем, я выгуливаю каждый вечер разные платья. При этом у меня рубашки, кстати, вот здесь лежат жилеты, у нас проводилась учебная тревога в первый или во второй день. В общем, практически сразу мы все выходили, выбегали и показывали, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации. Здесь дождевик, про который я говорила, внимание, хочу прям показать. Размер моего чемодана, ну, это сейчас можно сказать, размер по отношению к моему телу, я ростом метр семьдесят семь. Она любила путешествовать и знала, что в крызе нужно брать мало вещей, и вот такой чемодан по этому. Обратно ставим, да, мы сейчас уже будем ускоряться, потому что нужно идти дальше. И буквально быстро покажу вам, как выглядит ванная комната с туалетом вот такой совместный. Ну, то есть, в прицелом, вот я сейчас зайду, оп, здесь всего хватает. Здесь зеркало, здесь ясно что, здесь душ. Погнали дальше. Теперь отсюда мы выходим и двигаемся обратно. Нам нужно пойти на третью палубу. На третьей палубе начинается уже такой интертеймент, развлечение и так далее. Да, я действительно говорила о том, что здесь приходится прям много-много ходить ножками, поэтому качаются все мышцы. В общем, все прекрасно. А там как будто бы какая-то музыка откуда-то идет. Ну, хорошо, ладно. Так, теперь мы отправляемся с вами в библиотеку. Поехали. Тоже зона, где люди отдыхают, могут прекрасно провести время. И там нас ждут две замечательные девушки. Ну, во-первых, посмотрите, какая красота. Это я про вас, девушки? Так, две прекрасные девушки. Сначала я хочу показать, сейчас я к вам вернусь, библиотеку. То есть, тут можно прийти, взять книжечку, почитать. Представляете, да, корабль в движении, но с корабля идет. Какие-то красивые закаты, рассветы. Ты берешь книгу, тут их очень много. Садишься и прекрасно себя чувствуешь. Ну, и уже в кадре появляются постепенно картины. И это все творение рук этих прекрасных блондинки и брюнетки. Слушайте, ну, если бы я была рыженькой, мы могли бы быть Виагрой. Да, мы были командой. Ну, да, такой, правильной командой. Так, девчонки, во-первых, напомните, пожалуйста, как вас зовут? Елена Бражиненко, художник. Юлия Жукова, тоже художница. Это все вы сделали. Да. Расскажите, ну, я, в принципе, что расскажите. Я сама вижу каждый раз, когда девчонки проводят мастер-классы, здесь толпы, здесь невозможно сесть. У вас реально очередь. Моя подруга к вам пыталась два раза прийти, она не нашла здесь места. То есть, все просто битком пользуется популярностью. Да, у нас все столы были заняты посетителями. Все писали, работали с огромным восторгом, воодушевлением. И настолько им все понравилось, что все свои работы... От семи до 87 лет. От семидово, то есть и дети, и взрослое поколение, и мамы, и бабушки, и так далее. Это ваш первый опыт на круизах или вы уже так ездили? Первый опыт. Вот вам самим, вот как просто пассажирам, нравится? Очень нравится. Вот скажите. Я сама заценила, я в прошлом году так же вот в рамках командировки работы поехала, и это было вау. Я просто подумала, это вот так можно путешествовать, это же просто невероятная красота. А покажите ваши работы, которые сделали как раз... Что вы писали, допустим, ну, на днях, что писали? Вот вчера я писала вот эту работу. Это прям здесь сделано? Да, это вчера мы писали. Это же наша солнечная палуба, я загораю. Да, да, солнечная палуба, присутствовали девчонки, они тоже делали небольшие зарисовки во время того, как мы писали картины. Так, красиво, очень, кстати, посмотрите, как он красивый, у нас мы сейчас все-таки пойдем, скорее всего, на улицу. И еще попрошу Олю, наверное, вернуться в мой номер и забрать в зонт, который я там оставила, 245-я каюта. Ага, хорошо. Девчонки, все прекрасно, замечательно, вам отличного путешествия. И еще такой вопрос, я видела, что вы рисовали вот такие цветы, все работы уже забрали? Да, всем работы понравились, нашим ученикам, поэтому... Я видела, что вы это делали на закатном вот таком красивом солнце, на красивом свету, и это было прям вау. Вот Юля написала как-то... Давай покажем, Юля. Я была мастер-класс, это помогает людям. Подожди, это прям тоже здесь? Да, здесь это вот, да, эти цветы писали, учеников. Я показывала, Алена помогала, поправляла. Ой, ну красота, девчонки, все. Я бы с вами еще, да, общалась очень долго, но видите, мне уже вот так, продюсер, разные знаки вот такие вот машут вот так вот, это означает, что мне уже пора дальше. Выйдем, спасибо, да. Мы выйдем сейчас, попробуем выйти на палубу, так, и посмотреть, как тут дела. Ну, накрапывает еще немножко дождик. Но, тем не менее, я хочу просто показать, что мы видим, когда находимся в движении. А видим мы вот это. У нас нос корабля, он движется, и вот туда мы уходим, красивый закат. В общем, движение воды, это просто выглядит потрясающе, здесь тоже можно посидеть. Полное ощущение, как будто движешься вместе с капитаном, то есть то, что видит капитан из своей рубки, видим точно так же мы. Возвращаемся в корабль. И сейчас мы пойдем, опять же, по третьей палубе, но в другую сторону. Это место знают всегда все, туда все ходят на паломничество, потому что это бар и ресторан. Ну, собственно, мы туда и идем. Здесь так достаточно узко. Ну, всем, в принципе, места хватает. И еще одна лестница ведет на четвертую палубу, она у нас будет следующей. Здесь, опять же, продаются сувениры, можно купить, чтобы знать, как скажем, мне вообще нравится путешествовать по городам и что-то покупать в этих городах, чтобы помнить, что я вот это купила конкретно в этом месте. Здесь у нас бар, а здесь мы сидим, общаемся, тоже проводим свои летучки. И, наконец-таки, эти двери открываются несколько раз за день на завтрак, на обед, на ужин. Это ресторан, и мы сейчас пойдем и скажем огромное спасибо всей команде, которая нас так вкусно и интересно кормит. Погнали! Так, здрасте! Это вы нас встречаете уже? Нам дальше можно не идти? Но мы еще пройдемся, покажем сам ресторан. Ирина, Валерий. Валерий у нас бармен, Ирина у нас директор ресторана. А все остальные, так понимаю, сейчас на службе готовятся к ужину. Во-первых, честно, вот я даже, ну, в эфирах показывали, как вы нас вкусно кормите. В целом, по моему, наверное, уже аппетитам это и видно, собственно. Хочется выразить огромную благодарность. Спасибо вам за ваш труд. Вы делаете все просто потрясающе. Мы очень вкусно едим. Я хочу показать, как все это происходит. А тут, наверное, не видно. В общем, нам раздаются каждое утро такие бланки. Мы их заполняем, что мы хотим. То есть на выбор нам предоставляется, ну, по два-три варианта салата первого, соответственно, второго и даже десерта. То есть вот так вот на убой нас кормят. Это всегда все разное. Но хотелось бы задать такой вопрос. Сегодня нас ждет русский ужин. Что это означает? Ужин с подачей русских традиционных блюд. Какие-то костюмы? Костюмы официанты надевают русские сарафаны, рубашки. Ну, то есть наше блюдо, это что в День России прекрасно, да, что русские как раз блюда, это очень, я так понимаю, это специально, да, так сделано в День России и русский вечер. Прекрасно. И еще завтра состоится, даже не завтра, в пятницу, в предпоследний день, но в последний вечер на борту нас ожидает капитанский ужин. Я на нем была уже два раза. Это будет мой третий раз. Что вы особенное готовите на капитанский ужин? На капитанский ужин подается рыбное сорти и вкусные блюда. То есть это сюрприз-сюрприз? Вижу это в пятницу вечером. Шампанское свечи. Отлично. А есть любимое блюдо у капитана, допустим? Ну, думаю, есть. Но вы не знаете его? Он не просит у вас, пожалуйста, картошечку с селедкой каждый вечер. Секрет, секрет не выдает. Ну, понятно. Ну, ладно, мы не будем его мучить, и мы сейчас отправимся ожидать. Спасибо большое. Мы увидимся когда? На ужине мы увидимся буквально через часик. Мы вот выключим камеру, я переоденусь и приду, и буду вкусно кушать. Спасибо. Так, Ит, возвращаемся. Мы показали вам эту зону, а сейчас мы идем на четвертую, последнюю палубу, где происходит весь интертеймент. Какой интертеймент? Соответственно, там у нас происходит конференц-зал, там мы слушаем гитару, там мы слушаем вокалистов, там по вечерам происходят дискотеки, поверьте, это мое самое любимое время. Там мы танцуем разные флешмобы, там будут какие-то бразильские танцы в ближайшее время. В общем, все происходит именно там. Опять же, какие-то мероприятия есть, и тоже все случается именно в этом зале. Встреча с капитаном, с директором круиза, все это здесь, это конференц-зал, и мы здесь очень любим находиться. Слышите, да, музычку? Ну, они как знали, они как знали, что нужно включать царицу, когда я захожу сюда, потому что под эту песню именно я и танцую здесь, на дискотеках. Я немножко потанцую, извините, меня уже нормально со всех сторон снимают. Отчего стесняемся? Давайте, все, кто хочет, давайте танцевать. Ну что, знакомьтесь, это у нас Николай. Николай, наш диджей, который как раз-таки ставит все классные и прикольные музыку нам на дискотеку. Мы еще будем надеяться, что у вас появится караоке, и будем его тоже. Да, Артем танцует. Ты лютый холод по спине. Сейчас, наверное, было больно нашим слушателям. Николай, спасибо большое. Я к вам приду сегодня, повторим все, сделаем то же самое вечером, когда я буду в дискотеке. А сейчас я хочу вас познакомить. Девчонки, давайте. Это две самые активные пассажирки, туристки нашего корабля. Как вас зовут, девчонки? Лена. Вера. Девчонки просто рвут танцпол, вы бы видели, что они вытворяют здесь по вечерам. Это просто джага-джага. Сейчас я даже удалюсь. Николай знает, что включать. Николай, кивните, если вы готовы. Да. А девчонки знают, что делать, правильно? Да. Ну это ваш звездный час. Давайте, вы нам заряжаете атмосферу, а мы, соответственно, посмотрим на это. Готовы? Готовы. Три, два, один, погнали. Дорога, нам это пофигу, пофигу. Нараза, детский телескорид. Уйдет, можно выйти и будем прям в уровень. Хорошо, шеф. Анжелику веди на палубу. Ну что, это был маленький флешбоп от девочек. Девчонки, вы просто молодцы. Я увижу вас на дискотеке, да, и мы там побаттлим чуть-чуть. А сейчас отправляемся на палубу, потому что там нас ждет еще одна прекрасная девушка и замечательный вид. И мои друзья, которые со мной путешествуют. Но перед тем, как я вам покажу, ну посмотрите, распогодилось. Ну прям открыли для нас это самое окно. Знакомьтесь, это солнечная палуба. Здесь мы обычно загораем, конечно, когда другая погода, когда не так мокро. Надеюсь, оператор услышит меня и покажет лежаки, которые сидят, не сидят, а стоят на месте. Здесь же есть другая зона, можно посеять за столом. Есть тренажеры, на которых можно согнать все калории, которые наел. Но я хочу вам показать вот эту зону нашу 360.ru. Это наш новый логотип телеканала. И здесь мы тоже проводим эфиры. И очень знаково, что сейчас с нами здесь будет общаться Анжелика. Это директор этого круиза. Анжелик, ну что, я тоже хочу вам сказать огромное спасибо. У меня сколько осталось, наверное, времени? Да буквально минутка-полторы-две. Поэтому буквально два вопроса. Вы организуете вот эти самые экскурсии. На вас получается интертеймент, чтобы гостям не было скучно как на борту, так и на улице, куда мы пребываем. Есть у вас лично какое-то любимое направление, куда вы любите ездить, вот именно в круизы ходите? Ну в круизах очень любопытные. Это у нас Петрозаводск. То есть в сторону Карелии. Это говорят все всегда, что это прям очень красиво. Там пейзажи. И вот этот круиз, он очень знаменателен, потому что мы посещаем самые красивые города Золотого кольца России. А любимая экскурсия у вас есть? Может быть, куда вы тоже хотели бы пойти? Вообще, не только в рамках Золотого кольца, а вообще может быть. В Аллахам. Однозначно. А вы знаете, что я поеду на Аллахам? Это будет, по-моему, в сентябре, если я не ошибаюсь, будет моя командировка с монстр-плотом тоже. Я туда отправлюсь. Искренне завидую. Это замечательное место, вы почувствуете там особую энергетику. И последний вопрос. Если говорить про пассажиров, что они предпочитают больше? Вот все ли идут на экскурсии, или есть люди, которые остаются на корабле, вот в пропорциях 50 на 50, или абсолютное большинство уходит, или остаются? Абсолютное большинство уходит. То есть это единицы, кто остается? Единицы тех, кто остается. И это, как правило, те туристы, которые много-много-много лет уже являются речными фанатами. А то есть такие есть, которые каждый год есть? Каждый, и за одну навигацию несколько раз, поэтому, конечно же... Ну, это прям фанаты. Да, они ходят просто погулять, посидеть в любимой кофейне, попробовать любимое пирожное. Они тут уже появляются, у них их любимое кофейне. На самом деле, я сегодня в Костроме открыла потрясающее кафе, где ела самую вкусную в своей жизни ром-вабу и пила потрясающий капучино. И теперь я тоже знаю о том, что такие места здесь есть. И в Ярославле у меня такое место появилось, и Дубное приметила. В общем, все классно. Анжелик, я вас больше не задерживаю. Спасибо вам большое. Вам, наверное, еще ждут ваши гости. И, в общем, все сейчас будут возвращаться на борт, а я позову... Спасибо большое. Позову своих прекрасных друзей, куда они там ушли, непонятно. Ну, конечно. Во-первых, Оля должна вернуться. Знаете, почему? Потому что мы сейчас будем танцевать здесь настоящий флешмоб, который я прям придумаю. Мы, наверное, встанем, да, на фоне 360. Встанем и будем танцевать флешмоб, который я придумала. Вот уже Оля появляется, не знаю, чего они стесняются. Сейчас, надеюсь, появится гимн. Знакомьтесь, это Саша, это Катя. А мы не слышим почему-то этого гимна. А пойдемте вовнутрь, правда, потому что нужно слышать, под какую песню мы будем танцевать. Погнали. Оп-оп-оп, бежим-бежим-бежим. Нет, мы уже обратно, потому что не слышно его. Уже можно встать, если хотите, присоединяйтесь все. Можно чуть погромче, потому что это гимн Монстру Флота. И приготовились. Три, четыре. У нас одна судьба, Монстру Флот. И в сторону. Пошли. И в другую сторону. И все вместе ручками. Другую ручку. Еще ручку. А теперь все показали вот так камеру. Вот, вот как мы любим Монстру Флот. Монстру Флот. Спасибо большое. Ну а мы отправляемся. Ребята бегут вперед. А мы идем вниз. Потому что все-таки случилось невероятное. Погода нам просто дала огромное окно. Разошлись тучи. Вы не представляете. Я, наверное, сейчас все-таки поправлю свои шнурки. Иначе мы же не хотим каких-то потерь в кадре. Мы отправимся вниз. Там нас ждет катер, который прокатит нас по Волге. До него нужно добраться, добежать буквально. И мы доедем до очень интересного места. Очень интересного места. Которое, соответственно, я думаю, всем стоит посетить. Вот это из разряда того, что мы только что говорили. Что приезжаешь в какие-то определенные города. И появляются любимые места. Вот я сейчас спрошу своего продюсера, где мой зонтик. Она знает, где он? А давайте мне его сюда. А то мало ли что еще произойдет в дороге. Ну все, выходим на улицу. И отправляемся в путешествие. Добро пожаловать, как говорится, в Кострому. Вот так мы должны были начинать этот эфир. Мы должны были начинать его с улицы. Сейчас мы пойдем с оператором в параллель. И будем двигаться. И рассказывать. За тот корабль. Ну что, давайте я вам пока расскажу, какие города я уже посетила. И что-нибудь про эти интересные города. Итак, у меня в первый день была Дубна. Это прекрасный наукоград. Как сами говорят под него дубнинцы. Дубнинки, дубнинцы. Это город ракетостроителей. Город физиков. И город поющих детей. Он маленький. Там всего лишь живет 75 тысяч человек. Вообще, как образовалась Дубна? Дубна образовалась, потому что нужно было наполнить Москву реку водой. Стали строить канал имени Москвы. Ну и, соответственно, для этого привлекались заключенные. От 600 тысяч до 800 тысяч работали на то, чтобы построить канал имени Москвы. Он назывался раньше Волга канал. И построили его за 5 лет. Ну а мы движемся куда? По направлению к пристани. И сейчас мы там будем общаться и с катером. И надеюсь показать вам всю картину, весь пейзаж и Волгу. Дальше. Вторым городом, который мы посетили, это Ярославль. Он был вчера. Ярославль всегда встречает нас с такой крайне странной, скажем, погодой. Там всегда происходят и ураганы. В общем, какие-то эпические моменты. Вчера это не было исключением, скажем так. Вот было бы здорово, если бы оператор шел со мной в параллель. И мне не пришлось бы тогда разворачиваться и идти спиной. Хотя, может, и вот так мы пойдем. Все правильно. Итак, давайте поговорим про Ярославль. Оказывается, Ярославль вообще, я думаю, что многие знали об этом, но это факт. Он старше Москвы. Его год основания 1010 год. И был основан он Ярославом Мудрым. А это сын того самого Владимира, который крестил Русь. В общем, город очень интересный. Город очень большой. По официальным данным, там проживает 600 тысяч человек. А по неофициальным данным, в Ярославле проживает около миллиона человек. И я посетила там прекрасную просто экскурсию. Это музей эмальерного искусства. Впервые. Там я приобрела. Сейчас будет... Ой, мокро. Там я приобрела. Вы понимаете, да? Но это просто стрим. Нужно понимать, что картинка не будет идеальной. Потому что мы работаем в режиме реального времени. Мы идем по городу. Ездят машины. Общаются люди. Всякое разное происходит. Нам нужно успеть за один момент показать очень много всего. Итак, что про Ярослава еще скажу вам. О том, что там есть интересный герб у этого города. Медведь с секирой. Почему, собственно, такой герб? Потому что, по легенде, как раз-таки Ярослав Мудрый, который и является основателем этого города, оказавшись там, боролся с местными племенами, которые были язычниками. И они, ну, скажем так, Ярослав их победил. Но язычники не остановились. И они решили, что вот теперь пускай разбираются боги. Мы все от себя зависящие сделали. Теперь должны разбираться боги. И они отправили туда свое тотемное животное. Даже не тотемное животное, а то животное, которое олицетворяет собой бога Велеса. То есть медведя. Они отправили к спящему Ярославу. И Ярослав зарубил секирой, представляете, этого медведя. И вот такая вот легенда существует о том, что благодаря этому появился герб Ярославля. Это медведь с секирой. Ну и еще хотела вернуться к экскурсии, которую я вчера посетила. Музей эмальерного искусства. Очень красивое место, где можно своими руками на века абсолютно сделать украшения. Это может быть кулон, это могут быть какие-то, могут быть серьги какие-то. В общем, такая красивая история. Она будет сделана руками, и она останется навсегда в вашей копилке. И, кстати, самый знаменитый эмальер – это Фаберже. Знаменитый Фаберже, который, к сожалению, после революции эмигрировал из России. Сейчас его штаб-квартира находится в Лондоне. И раньше эти яйца продавались. И деньги шли как раз-таки в казну Российской империи. Ну а теперь приходится их как-то выкупать по очень большим деньгам. Итак, мы идем дальше. Нас дальше ждет наш корабль. Надеюсь, что мы движемся в том направлении. Надеюсь, что у нас еще остается время эфира, потому что эфир не резиновый. А пока предлагаю посмотреть, насладиться картинами. Посмотрите, как красиво пробиваются солнечные лучи. Я пока, пожалуй, помолчу. А вы будете наслаждаться этой картиной. Красиво лучи пробиваются через облака. На самом деле, самые красивые закаты всегда случаются после грозы, после грома, после молнии, после таких туч. Потому что, когда небо чистое и ясное, ну это красиво, конечно, но нет какой-то драмы, нет куда солнцу пробиваться. А вот когда это с какой-то облачностью, то это очень-очень красиво. Итак, и еще хотела вам рассказать про Кострому. Кострома, на самом деле, это тот город, где мы находимся сегодня, сейчас. Это город меньше гораздо, чем Ярославль. 300 тысяч человек. Но на самом деле, он какой-то очень теплый, очень уютный. Я очень часто сюда приезжала. Вообще считается, золотая столица нашей Родины. И вот уникальный факт. Сегодня, опять же, была на экскурсии в музей ювелирного искусства. И задавала вопрос директору-основателя, почему, собственно, Кострома является золотой столицей. Все знают этот факт, но никто не понимает, почему. Тут что, залежи золота? В огород можно пойти копать и обнаружить его. Оказывается, нет. Оказывается, золота здесь вообще нету. Но так сложилось. Видимо, костромчане были очень такими продвинутыми, умными, что они стали заниматься этим промыслом. И вот у них все получилось. И поэтому здесь сейчас и торговля идет, и всегда были пути налажены. В общем, город именно благодаря этому процветает. Ох, я даже не представляю, какой путь мы уже проделали, чтобы дойти до катера. Но я правда очень надеюсь, что мы успеем и дойти, и доехать до одного очень интересного, максимально киношного места. У многих, я уверена, с ним связаны прекрасные воспоминания и получить массу удовольствия от того вида, который перед нами откроется. Итак, еще я вам хотела рассказать про Кострому, что здесь существует очень классный музей деревянного зодчества. Сегодня я тоже там была, но больше всего на меня произвело впечатление, когда я была в этом музее на эфирах в прошлый раз, то есть прошлым летом. Однозначно стоит посетить, если будете в Костроме, потому что полное ощущение, что вот ты находишься в городе в 21 веке, технологии, машины, кондиционеры, люди, телефоны, селфи и так далее. Ты приезжаешь туда и как будто бы попадаешь на несколько столетий назад. Там избы деревянные, там наряды, костюмы, бояре, крестьяне купеческие, в общем, купцы, зажиточные крестьяне и так далее. Приезжайте, окуните в эту атмосферу, там очень тихо, очень спокойно, ну, в общем, очень-очень красиво. Итак, нас уже встречает катер, правильно я понимаю? Ну, погнали на катер к вам, нам нужно добраться до определенной точки. Еще хотела вам рассказать, вернуться к тому, что к своему маршруту, скажем так, у нас завтра мы отправимся, опять же, на теплоходе в Тутаев и в Рыбинск. Рыбинск меня особенно сильно интересует, потому что сейчас там снимается очень много кино и сериалов. И, кстати, сегодня мы гуляли по городу, Кострома, и там прям в самом центре, историческом центре этого города тоже снимают кино, и все в таких красивых нарядах, и все прям в каком-то 18-19 веке, в общем, полный антураж, поэтому все это выглядит очень-очень эпично и красиво. В общем, такие места нужно беречь, не воссоздавать их, а, скажем так, снимать на натуре. Так, ну что, мы готовы? Готовы. Сейчас нужно будет залезть в лодку с оператором. Отправляемся. Смотрите, какой красивый, классный катер. Ага. И катер повезет нас по Волге в определенное место. Да, нужно жилетик надеть. Да. Я даже не знаю, как у меня сейчас оператор будет надевать жилет. Ну, как-нибудь он оденет его. Так, я могу уже зайдиться, да, в лодку? Так, давайте я вам помогу. Давайте поможем. Оп, спасибо. Кстати, как вы понимаете, все виды перемещения, транспорта, спорта, которые связаны с водой, они здесь очень и очень популярны. Я сейчас уступлю место оператору, подам ему даже ручку. Опа. Хорошо, что мы не перевернулись, Артем. Ты, значит, не так много ешь оливье на обед. Ну и что, с нами еще сядет продюсер, сядет водитель, и мы отправимся. Как я уже сказала, очень популярны любые виды спорта водные. Очень популярны вейксерф, вейкборд. Они популярны и здесь. Мы можем ехать, я жду только вас. И любые перемещения на прогулке, вот на таких катерах. И на самом деле, опять же, это очень романтичный способ перемещения. Он очень красивый. Опять же, вот эти закаты, рассветы с воды совершенно другой вид. Ну, совершенно другой. Открывается и простор, и размах, и панорама очень красивая. Вот мы уже завелись, ну и сейчас поедем. Я так понимаю, что ехать нам совсем недолго? Недолго. Отлично. То, что нам на самом деле нужно. А у меня будет время вам рассказать, какой у вас есть вариант и шанс поучаствовать в таком же, на самом деле, круизе. Вот я уже столько раз сказала о том, что это необычный отдых. Сами слышали, Анжелика, директор круиза, Илья Репин рассказывала, что есть пассажиры, которые очень-очень любят путешествовать, и даже в течение одной навигации, навигация начинается с конца апреля, длится до конца октября, путешествуют далеко не один раз, то есть могут несколько раз поехать по разным направлениям, допустим, на одном и том же теплоходе. Или люди, которые каждый год, мы видели в прошлом году, опять же, вела эфиры и общалась с людьми, у которых 15 лет путешествуют в речной навигации. Это же круто. Ну, это прям классно и круто. Слушайте, ну раз вы рядом с вами сидите, то, пожалуй, я вас что-нибудь поспрашиваю. Вам нравятся вот эти пейзажи? Конечно, у нас. То есть романтика? Конечно, да. Девчонок, на свидание водили на Акаде? Водили, да. Ищат, лежат? Да. Ну вот, слушайте, на самом деле опять еще накрапывать, нам бы доехать быстрее до этого места, чтобы мы зашли и не намочили камеру, а то будет какая-то нехорошая история. Ну и, кстати, есть один показатель, касаемыйся погоды. Я вам сейчас расскажу о погоде еще, какая здесь царит. Если мои волосы превращаются постепенно в барана, и я становлюсь этим пушистым, не знаю, не пойми кем, это означает, что на улице влажность явно больше 80%, идет дождь, это случается всегда, от этого никуда не деться. Сейчас влажность воздуха настолько высока, что ее просто можно ощущать руками. На улице комфортный плюс 24 градуса, ну как сказать комфортный? Комфортно, когда у воды, комфортно, когда вивает ветерочек, но на самом деле это ощущение, что в каких-то тропиках. И если говорить, допустим, сравнивать с Москвой, то в Москве этот же воздух ощущается немного тише и спокойнее, там не такая высокая влажность. Давление у нас пониженное, потому что над нами, так же, как и над московским регионом, бушует циклон, у него много центров, и вот поэтому, собственно, происходят все эти ураганы, грады, грозы, порывы ветра до 15-17 метров в секунду и так далее. Ну, ветер сейчас, конечно, присутствует, потому что мы находимся на воде, и давление у нас пониженное, циклон, я про него уже несколько раз сказала, 744 миллиметра ртутного столба. Ну, а у нас прямо по курсу, я так понимаю, это заведение, мы правильно подъезжаем? Это место называется, это кафе, этот ресторан, который считается одним из самых, ну, точно знаменитых, если не самый знаменитый в Костроме, один из самых популярных, вкусных, аутентичных. Я очень давно хотела здесь оказаться, была много раз в Костроме, и в командировках, и по своим личным целям, но ни разу не была в старой пристани. Это, конечно, тот самый ресторан, давайте покажем его, где снимался знаменитейший фильм с Никитой Михалковым и Ларисой Гузеевой, жестокий романс. Всегда в ресторане аншлаг, всегда там занята куча столиков, но и потому что, опять же, люди любят это место, сюда приходят, чтобы получить атмосферу, вайп и так далее. А как далеко мы должны проехать, чтобы припарковаться и добежать? Недалеко? Нет, вот, буквально подключат. Буквально, а сколько у нас осталось до эфира? У нас осталось 10 минут. Ребята, будем бежать, как вы понимаете, потому что я очень хочу прибежать и показать столик, и показать вид. И вообще, я считаю, что не просто открылось нам окно с этой погодой, нужно этим шансом воспользоваться, поэтому готовим наши ножки. Я побегу впереди, Артем побежит за мной лицом. Ну и пока мы уже паркуемся, давайте я вам еще напомню о том, как можно отправиться в такое путешествие. Дело в том, что компания Монстр Флот и телеканал 360 проводят конкурс. Мы разыгрываем путевку на двоих, то есть каюту на двоих, и вы можете отправиться в следующий наш телекруйс, который состоится с 1 по 7 июля. Это будет несколько другое направление. Теплоход называется Андрей Рублев. Вы можете зайти на сайт Монстр Флота и почитать, какое будет направление. Я вам могу сказать одно точно. С вами поедет Сергей Шубенков. Ну, кого-то, возможно, это и обрадует, но я думаю, что большинство сейчас скажет «Оу!» Ну, что поделать, понимаете? Все-таки я считаю, что каюту на двоих стоит того, чтобы потерпеть его буквально сколько? 7 ночей, 6 дней. Ой, вы поняли, да, что я его люблю? Так вот, в любом случае, каюта на двоих, теплоход Андрей Рублев, конкурсы, что от вас требуется? Да, в принципе, только внимательнейшим образом смотреть мои эфиры. Не стрим, конечно же, а смотреть эфиры. И в какой-то момент, не в какой-то момент, а в пятницу, когда мой эфир будет заканчиваться, я задам вопрос к обсуждению конкурса. Вернусь чуть позже. Сейчас нам, наверное, код должен помочь, да? Да, да. Хорошо. Будем потихоньку вылазить, а то у нас реально осталось, наверное, даже уже 8 минут, а нам еще добежать же нужно. Да, 8 минут. Ой, как качает. Давайте первого вытачиваться нашего оператора. Оператор – это самое главное. Если я окажусь в воде, это самое главное. Если я окажусь в воде, это не страшно. Просто будет в кадре выдра некрасивая. А вот если оператор, то это уже, конечно же, проблема. Ну что, идем по понтону. Он качается. Я это уже знаю давно. Поднимаемся. Снять, конечно же, нужно наш жилетик. Мы его сейчас снимем и оставим. Наверху. Оп, оп, оп. Поднимаемся. Спасибо вам большое, что помогли нам со съемкой, со стримом. Я так понимаю, что вот еще у ребят есть вейкбордом, можно позаниматься вейксерфом. А мы отправляемся дальше и буквально бежим. Бежим в этот самый ресторан. Слушайте, который раз на самом деле мы уже бежим, потому что сегодня, когда мы пришли в Кострому, на теплоходе выяснилось, что здесь проходит забег. Здесь проходит марафон. Сегодня все утром мы были свидетелями, как люди идут на дистанции, бегают 21 километр. 10 километров, 5 километров, 3 километра. Там есть короткие дистанции, 600 метров, 300 метров. Дети, взрослые, пожилые люди. Я для себя просто на самом деле обалдела от того, какая-то энергия, какой-то вайп, как это круто, когда столько людей движимы одной энергией, они бегут. У них у всех профессиональные кроссовки, профессиональная форма. То есть сегодня действительно занимаются этим. Это марафонцы, скажем так. Их поддерживают волонтеры. Семьи с плакатами стоят, поддерживают своих пап, мам, детей. В общем, это круто. Я даже загорелась к тому, чтобы пробежаться еще и к тому, чтобы возможно оказаться в каком-нибудь городе. Данный марафон называется «Бегом по Золотому кольцу». Но они проводятся и в Казани, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И это крутая возможность путешествовать по нашей стране и, соответственно, участвовать в марафоне. Ну, попрошу Артема показать старую пристань, как ресторан выглядит с воды. Вот так мы сюда приезжаем. Слышите, да, музыку? Мне кажется, она как раз из фильма «Жестокий романс». А вон поехал наш катер красивый. Вот на нем мы только что пришли в данный ресторан. Ну что, отправляемся дальше. Про марафон я вам все сказала. Теперь осталось еще дорассказать, как будет проходить конкурс и что вам нужно для этого делать. Как я уже сказала, нужно обязательно смотреть мои прямые эфиры, которые происходят по 6 раз на дню с определенным расписанием. Следите за каждой мелочью, за каждым нюансом, потому что именно об этом и будет мой вопрос, который я задам в прямом эфире в пятницу, находясь в городе Углич, это финальная точка моего путешествия в 16 часов. Заходим в ресторан. Здравствуйте, девушки. Подскажите, куда нам телевизионщикам пойти? Проведите нас просто до столика. А то у нас закончится эфир через 2 минуты. Ну что, ждем. Девушки. Ну, девушки, немножко в замешательстве. Но даже если у нас эфир закончится здесь, что поделать? Значит, не успели. Пойдемте. Мы даже не пройдем, мы пробежим. Ага, смотрите, какой антураж. Как тут все устроено. Видимо, тоже для детей есть какое-то место. Поднимаемся по лестнице. Слушайте, сколько лестниц я уже преодолела за сегодняшний день. Ой, какие-то цыгане, что ли, поют? Ой, красиво как. Ой, прекрасный столик. Замечательный. Ну что, я жду свой десерт, который должны нам принести. Если принесут. Артем, покажи нам в любом случае. Отлично. Покажи нам в любом случае экстерьер. Покажи, как красиво все выглядит. Интерьер. Ну, это прям атмосфера на самом деле. Всем рекомендую здесь оказаться, побывать и ощутить эту атмосферу. Ну, давайте вернемся на меня. А я лишь хочу вам сказать одно. Мне должны здесь принести десерт Анны Павлова. Если его принесут, будет замечательно. Если мы не успеем, ну что, так бывает, значит, я уже буду есть его за кадром. Знаете, мне будет однозначно вкусно. И хочется сказать следующее, что путешествуйте по нашей стране. Она огромная, она прекрасная. Выбирайте такой вид путешествий, как речные круизы. Это очень красиво. Это очень пейзажно. Это те картины, которые на самом деле не повторяются. Это то, что хочется постоянно снимать. Телефон буквально завален, завален всеми моими фотографиями, видео, закаты, рассвета, эти эмоции. Даже когда попадаешь под дождь, это очень круто. И у нас все лето будут проходить эти речные круизы. Мы будем ездить постоянно через неделю, через две в телекруизы, знакомить вас с таким отдыхом, знакомить вас с разными городами. Это не только направление Золотого кольца, это в том числе и северное направление. В общем, путешествуйте, мечтайте, занимайтесь любимой работой, как говорится. Смотрите телеканал 360, смотрите наши стримы, потому что мы показываем и Россию, и показываем разные активности. Собственно, об этом наша программа, о том, что мы сравниваем погоду. Получается уже не только в Москве и Московской области, но и за ее пределами. Мы уже расширяем буквально в смысле слова границы, показываем, что самое интересное. Ну, разные активности, которыми можно заниматься, находясь в абсолютно любом месте. И это на самом деле прекрасно. У нас осталось буквально три минуты, я прям сдерживаю, скрещиваю все пальчики, чтобы успели принести десерт, понимаете, потому что я перфекционист. Я люблю, когда эфир проходит идеально. Когда вот все то, что запланировалось, все то, что прочиталось, все то, что себе записал, когда все это складывается. Я вот надеюсь, что все-таки сейчас это состоится, про нас не забудут, нам все принесут, это будет прям то, что нужно. Ну, а я, пожалуй, еще раз напомню свой маршрут. Завтра будет Тутаев, в Тутаеве я была, а вот в Рыбинске я еще не была. И мне этот город особенно сильно интересует, интересно, почему он называется Рыбинск, допустим, почему там что, рыба что ли, какая-то активная, там можно, я не знаю, может быть, налобить рыбу или еще что-то, в общем, каким-то видом спорта таким заниматься. В общем, это прикольное место. Люди на меня уже оборачиваются, думают, что за сумасшедшая сидит без еды, и без воды, и без всего, просто вещает и вещает. Ну, что ж, у каждого своя работа. И у меня вот такая прекрасная. И после Тутаева, после Рыбинска будет Мышкин, такой маленький-маленький город, где, конечно же, Мышкин, потом будет Угличи. Вот в Угличи мое путешествие эфирное закончится, но в субботу в 18 часов я прибуду на Северный речной вокзал, и вот тогда уже мое путешествие точно закончится. И Северный речной вокзал, на самом деле, это тоже отдельная история, это очень красивое здание, если кто-то там еще не был, приезжайте, погуляйте, посмотрите, там можно и позагорать, в хорошую погоду лежаки, стоят парк, в общем, все замечательно. Вот я хочу увидеть свою Олю, продюсера, узнать, принесут или не принесут, ждем или нет. Несут, несут уже, пять минут несут, мне кажется, что все-таки несут, ребята, несут. Вот, как красиво это все выглядит. Ой, замечательно. Это точно мне? Как раз осталась одна минута до конца. Ну, спасибо. Анна Павлова? Вау. Бизе. А все-таки Павлова или Павлова? То, как называют, кому как нравится, это Бизе, плюс творожный французский крем, сверху сервируется соусом из клубники, чили, то есть как бы пикантно и соусы манго, внутри будет земляника. Приятного аппетита. Спасибо огромное. У меня осталось, наверное, 20 секунд, и я потрачу, вы не поверите на что, на то, чтобы отломить. Вау. Вообще не похоже на все Павлова или Павлова, которые я ела в своей жизни. Это вау. Ребят, спасибо вам за ваше внимание. Мы час были в эфире, в стриме. У нас, может быть, не все получилось идеально, но зато у нас была самая живая картинка. Мы показали все так, как оно есть, без приукрас. Это Алина Засобина. Смотрите нас всем. Пока.